Как действовали, да, и знаете, знакомая фраза с детства, жизнь всегда есть место подвода. Танецкие все же по-особенному все это выглядели. Я просмотрел ваше интервью, в предыдущем с вами встретиться, ну, все очень по-обуденному вы объясняете. Ну, просто встали с детьми, просто перенесли там венесущие стены. Просто были там. Ну, нет, это не просто. На самом деле для врача очень важно оставлять то спокойствие, ту возможность принимать решения в предыдущих ситуациях. То есть что-то у вас зависит от этого. Поэтому могу сказать, что вы настоящий врач. И с такими специалистами, в хорошем смысле, хладнокровными, ну, точно абсолютно справимся. И, конечно, в нынешний период времени самая, вроде бы казалось, мирная профессия стала героической. То есть это я говорю про нашу медицину. Я знаю, что вы были не один, то есть дежурный врач, у меня сестра. Мы обязательно их наградим отдельно, когда это вот представится возможным. Но, в целом, могу сказать, я горд вручить вам сегодня награду. Ну, вы значимый человек для республики. И в вашем лице я хотел бы поблагодарить, наверное, весь персонал, всех сотрудников. Это здорово, что вы у нас есть. Здорово, что в республике присутствуют такие люди, ну, уж точно мы обязаны бить до победы. Несмотря ни на что, несмотря на этих нелюдей, которые совершают такие обстрелы, то есть, которые ничего общего с войной не имеют. То есть это конкретный террор по отношению к гражданским лицам, то есть это террор в отношении социальных объектов. Конечно, это не допустимо, поэтому обязаны просто стараться. Вручаю вам абсолютно заслуженную награду. Это действительно отвага. Спасибо большое.